Сегодняшний матч получился абсолютно несправедливым по адресу Рубина, потому что все-таки во втором тайме я чувствовал знаменательство. Абсолютно что? Абсолютно несправедливым по адресу Рубина. Я об этом сказал команде, если взять качество игры сегодняшней, я им сказал, вы даже и меня удивили, потому что по качеству игры, наверное, это самая лучшая игра была наша. Очень много выигранной борьбы, достаточно плотная, компактная игра, быстрый контроль мяча у нас был, мы создавали моменты. К сожалению, мы пропустили достаточно быстро, но в двух случаях вы видели, даже в перерыве команда долго не стала сидеть в раздевалке, они просто сразу вышли. Вот эта заряженность, она чувствовалась у команды, желание биться, и я им сказал, что, наверное, обиднее всего проигрывать вот такие матчи, когда ты выдаешь вроде бы очень хороший уровень, но, к сожалению, не выигрываешь. Это такой удар, который нужно уметь держать, и команде я сказал, вам нужно ориентироваться вот на это. Все равно в любом случае нужно это выстраивать, нужно улучшать, и вы все равно свое найдете, найдете. Потому что на самом деле, но мне качество игры команды понравилось, наверное, самый полезный результат. Мы можем не спросить про судейство, потому что обратили внимание, что ряд спорных решений, которые были в пользу Рубина, у вас такой прям трудную реакцию вызывает? Или желтая карточка? Ну, некоторые моменты, да, вызывает, потому что передо мной был момент, когда игрок уводит мяч соперников за линию, но показывается в другую сторону. В первом тайме Сулейманов останавливает мяч рукой, это видно прям, да, но нет свиска, и идет продолжение. У нас же такая рука была. Ну, какие-то моменты, да, были, естественно, они будут вызывать негативную реакцию, но так случается. У него возникли проблемы, Ломовицкий выглядел очень неплохо в первом тайме. Но у него с приводящей возникли проблемы, поэтому пришлось поменять. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, почему в вашей заявке не поменялись, Ломович? У него три дня назад была небольшая проблема, он не смог в полную тренироваться, потом он вышел, работал не в полную с командой, отсюда не было заявки. А он уже в спорте улетает, улетел? Нет, у него сегодня была еще индивидуальная тренировка, и завтра, скорее всего, поедет в полную. Добро пожаловать. Роман Женков, спорта НМ. Скажите, вот проблема, которая сейчас есть у Рубина с черным турниром положения в таблице. Это психология или это чистые голые проблемы? И, если можно, еще один вопрос. Сейчас пауза наступает в чемпионате. Она, с учетом ситуации, турнир-таблица, опять же, она на пользу Рубина или... Нет, давайте надо брать все-таки... Мы не берем, нам, естественно, не хочется быть в турнирной таблице так, но мы выходим из первой лиги, и нам нужно, естественно, привыкнуть к скоростям, к тем действиям, которые происходят, к той плотности, которая есть в игре. Это процесс ни одного дня, ни одной недели, но мы видим, что команда к этому привыкает. Естественно, по игре, ну, не все хорошо и не может быть хорошо у команды, которая выходит. То есть, достаточно много изменений должно быть. Но в любом случае мы видим, что к этому адаптируемся. И сама игра, сама игра все равно дает достаточно много позитивных моментов. То, что сейчас, это, ну, за одну-две-три игры можно многое поменять. Если вот этот кураж, который остается у команды, добавятся еще забитые мячи, которые нужно забивать в тех моментах, которые создаются. Если вы помните, даже по первому тайму сегодня у Саши Зотова был такой момент, который просто нужно реализовывать. Тогда все будет нормально. Здесь нет никаких таких моментов, о которых нужно думать. Понимаете, когда вас полностью будет переигрывать, вот тогда нужно задуматься. Тогда нужно задуматься, что происходит. Я не вижу, и сегодня я не видел этого на поле соперников. Поэтому я даю должное команде, как она бьется, как она быстро адаптируется. И вот то желание и неравнодушие в игре, оно присутствует. Еще вопросы будут? Да, пожалуйста. Сегодня команда, наверное, впервые в сезоне сыграла первым номером с контролем мяча. Скажите, это был такой план на игру? Готовились к тому, что Молков отдаст мяч? Готовили забрать мяч. Потому что, ну, вы видели, что у нас в таких играх, и я команде перед матчем сказал о том, что большое значение будет иметь подборы. Мячи вторые, длинные передачи. Соперник будет пользоваться постоянно длинными передачами, будет пользоваться контратаками, будет пользоваться стандартами. Эти компоненты игры соперников нужно контролировать и играть в свою игру. Но в то же время, при потере мяча, мы должны быстро реагировать на потери, мы должны быстро возвращаться за линию мяча. В двух-трех эпизодах мы этого не сделали. И нам второй гол был забить точно так. Во всех остальных моментах игру мы контролировали. Но, естественно, когда ты проигрываешь, мы уже перестроили команду на более высокое расположение. И уже более агрессивный отбор на половине поля соперников. Несли ли сказать, что Мир многое отзеркалил игру вина с Кринезаветом? Неуместно. Я не думаю, что Нижний Новгород хотел так играть, тем более дома. Не думаю. Вечерний Казань. Да. В плане переходной фазы. Не борьбы самой, а переходная фаза. И я об этом команде сказал, вам нужно быть внимательны в переходной фазе. Потому что вы обращаете внимание, вы остаетесь 2-1 в обороне. И почему-то располагается нападающий между вами, который может набрать скорость. Один должен играть по нападающему, второй должен страховать. Во втором тайме уже таких моментов не было. Но вот в этих эпизодах, да, мы не подбирали этот мяч. Был длинный вынос. И соперник начинал навязывать борьбу. Мы или в аут выбивали стандарты в нашу сторону. Или же соперник цеплялся за этот мяч. Это корректировки, эти моменты, которые присутствуют в игре. Ты просто не можешь все моменты контролировать. Их невозможно контролировать. Это уже нужно определять ситуацию по мячу. Ну а дальше, естественно, тем более мы играем все равно против соперника, который у себя дома и который ставит акцент на эти моменты. Во втором тайме мы видели, что этих моментов почти не было вообще. Еще есть? Мы об этом с руководством говорили. Стоит ожидать. Будем надеяться, что в ближайшую неделю будут приобретения. Спасибо. Еще вопросы имеются? Все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok